Хэппи бирждэй, ту ю ю! Хэппи бирждэй, ту ю ю! Посмотрите, рубиновая кнопка ютубовская. Нужно откусить имени. Прямо откусить сейчас? Да. Ребята, всем привет! Сегодня мой день рождения, и мы с семьёй решили провести его очень необычным образом. Сначала по планам музей, мосфильма, затем ужин в ресторане в темноте, где официантами работают слепые люди, и, наконец, просмотр фильма в частном кинотеатре. Ну что, поехали! Ребята, за границей! Это мы, заграничники! Мосфильм – это одна из крупнейших киностудий Европы и крупнейшая киностудия России, основанная ещё в далёком 1924 году, расположенная на Воробьёвых горах с площадью аж 34,5 гектара. В нашу программу входит посещение павильона Зала Золотого века, показ элементов декораций к знаменитым фильмам, изделия дремёрного и макеточного цехов. Мы посетим павильон Старой Москвы и Питера, увидим звёздные автомобили, и куда же без костюмов Гайдаевской троицы. И можно, получается, сесть, да, туда? Я могу, да, конечно. У вас день рождения будет, да. Смотрите ещё двери. Смотрите, как двери открывались. Садись, Милюч. Я в тепло. О, двери такой, да, как вы сейчас открываете? Вау, как можно окно открыть. Вот так и есть для ребят, крутые. Анна, вы за ручей? Сейчас мама вас увезёт куда-нибудь. Да, посмотрите. Ноги так, это самое, для моего места, конечно, актёры должны быть пушны. Смотрите, как удобно было. На самом деле на экране и отлосы Копенгамена будут устраниматься очень правдоподобно. Но это всё декорации. Надя Роликановичу было проблематично договориться с данными, с кеми-воими властями, и в итоге он принял решение сымитировать и отлосы Копенгаги на нашей открытой площадке. Это всё фанера. Но смотрите, какой правдоподобный кирпичный фасад. Черепица на крыше. Это тонкие, пластиковые, пластик-виниловые панели под слоем штукатурки и краски. Стекло и дерево, я повторюсь, не имитируются. А вот дальше, смотрите, это на улице стояло, поэтому использовали материал устойчивый к влаге и перепадам температуры. Да, ещё вот так оживили, штукатурка не везде находится. Ну, это копия, это корона, а есть у нас такая царица, её зовут Екатерина Великая. И вот когда её на трон, венчали на царство, для неё специально сделали эту красивую корону. Это аниматроники. Кто такие аниматроники? Мы с вами в музее сидели. Там была рынка такая, вы если попробовали, Монструс Экзоусус. И вот здесь, когда была одна из дат, в дне рождения, так скажем, фильма, мои коллеги из трёх подразделений воссоздали финальную сцену первого фильма ужасов, который был снят в нашей стране. Это далёкий 67-й год. Фильм действительно имел большой успех. Его завтра посмотрело более 32 миллионов человек. Обратите внимание, что первый бундир французского офицера авиации, смотрите, засаленный, то есть человек у нас передовой практически. Это фактура, это искусственно создано. То есть ткань нормальная была, чистая. То есть её обработали так, до такого состояния, чтобы с экрана это выглядело, как будто реальный человек, откуда ты там, да, ну, соответственно, действия какие-то осуществлял. Ну, ещё, друзья, закончилась у нас экскурсия. Мне очень понравилось. Реально, декорации просто потрясающие. Такие вещи очень крутые. Вот, я в восторге. Я тоже. И тоже, чем я нравился. Рассказали много интересных деталей, моментов. Это было интересно. Да, единственный момент, что мы заметили даже по этим фотографиям, что фильмов современных, но с фильмом почему-то не снимают. Вот мы не увидели ни одного режиссёра, который бы снимал, ну, хотя бы фильмы 2010-2020 года, ну, что-то такое. Более современные. В основном все фильмы, это было 20-й век, то есть конец 20-го века, 1950-й год, ну, и так далее. А вот именно современных фильмов здесь не видим ни одной фотографии современных режиссёров. Очень интересно, друзья. Почему так? А мы пришли теперь в настоящую советскую столовую. Вот прямо в мосфильме здесь устроили настоящую советскую столовую. Даже вот этот компотик, вот этот из сухофруктов, как будто я, наверное, вернулся, когда я учился в школе в 92-м году. Вот прямо пью его. Ничего не изменилось. Просто ничего не изменилось. Вот как будто 92-й год, представляете? Ну что, друзья, а день рождения мы решили отпраздновать в очень интересном ресторане, который находится в полной темноте. Ресторан в темноте. Честно говоря, это будет наш первый опыт. Мы ни разу не ели еду в полной темноте. И на самом деле будет очень интересно это дело испытать. Потому что официанты здесь, которые работают в этом ресторане, полностью незрячие. То есть они ничего не видят. И поэтому мы будем в одинаковых условиях. То есть мы тоже ничего не будем видеть. Полная темнота. Запрещено проносить любые светящие предметы. Даже вот микрофончик такой нельзя принести. Часы все сдаем. Вот. И пойдем сегодня пробовать еду в темноте. Еще интересный момент, что у них есть вегетарианская опция, но не было веганская. Специально для нас подготовили веганский вариант. Я зайду, я даже не знаю, что там будем руками это есть, будем вилкой. Мне кажется, что фишка будет в том, что, например, какие-нибудь фрукты, овощи, которые мы привыкли, которые имеют очень сильный явный вкус, и они будут именно их почувствовать с новой стороны, с новой точки зрения. То, что мы их не видим, и у нас будет усиленная концентрация, внимание на именно вкус таких вещей, которые явно свежие и с сильным вкусом. Ресторан открыт известным офтальмологом Игорем Медведевым и был создан по подобию парижского ресторана «Доле Нуар». Основная концепция – еда в полной темноте. Обслуживают гостей незрячие люди. Проект важен для общества, так как помогает людям с ограниченными возможностями реализовывать себя. Прибыль ресторана направляется в фонд помощи слепым и слабовидящим. Ну что, друзья, закончился наш шикарный ужин в этом прекрасном ресторане, который называется «В темноте». И мне очень понравилось. Я с удовольствием еще раз приду. Малышам, конечно, было тяжело, но в темноте кушать однозначно намного интереснее и вкуснее, чем когда ты видишь еду. Соусы – просто восторг. Я бы этому вообще кафешке этой бы дал бы по-любому же звезду Мишлена. Просто нереально круто. Очень вкусные соусы, очень вкусная зелень, которая у нас была, было просто офигенно. Ну вот Мишка говорит, только десерта у нас не было. Единственный момент. Так что лайки однозначно обязательно всем в этот ресторан. Я ожидал чего-то большего. То есть мои ожидания не совпали с реальностью. Хорошо. Так, то есть, я ожидал слишком многого. Понятно. Ну, а в плане сама вот антуражка прикольно было бы сходить на то, что ты ешь постоянно и вот прийти... Ну, я думаю, если только какие-нибудь такие интересные блюда, которые нестандартные, которые пришлось бы тебе что-нибудь угадывать. Потому что здесь, в принципе, весь состав был достаточно очевиден. В тарталетке были помидоры и сбрызнуто лимонным соком и специи были. Это очень интересно, но, в принципе, все довольно известно, популярно. поэтому, если было что-нибудь такое эдакое, можно было бы с изюминкой, тогда что-нибудь такое. Прикольно, прикольно. Саш, Лилия, вам как? Нам очень понравилось. Понравилось, да. Соусы были очень классные. Варимина, получили новое впечатление. Казалось бы, там обычная брокколи, но такое вкусно вообще. Возприятие в темноте острее, да. Острее. Вот прямо, я знаю, когда хлеб только взял, начал есть хлеб, у меня он вообще по-другому раскрывается. Там с каким-то орегано, вот этот, еще бы пришли в такой ресторанчик? Да. Да, конечно. По-любому. Так. Еще, может быть, десертики добавили. Да, вот десертики, десертики жалко. Вот десерты было бы классно добавить. Необычное, интересное, волнительное. Ждали, ждали. Ждали. Темно, в темноте, ели пальцами. Все ели, прямо в руках. Все съели. Мне очень не понравилось на болото. Там была темнота, ничего не мисан, я больше люблю есть музыка. Очень было необычно. Мозг постоянно думала, что, во-первых, он постоянно работал, то есть я закрывала глаза, как будто легче становилось. Вот. А потом вроде я думала, а большое перстанство или маленькое? А что за тарелка? Какой оно формы? Ну и сначала ты, естественно, там ощущаешь запах еды. Потом пытаешься как-то нащупать. Я честно брала нож и вилку в руки. Потом я подумала, что меня никто не видит и пальцами, и пальцами на море. Но я этого не говорила, если что. Ну было очень необычно, конечно. И мне очень понравилось в целом спокойствие официанта. То есть ты такой, да, добрый день, вот вам вода без алкоголя. Ну что-то такое, какие-то юморные вещи. Он говорил, поэтому да-да, я иду, я иду, скоро дойду. Нет еще такого, что ты же обычно видишь, что у тебя на тарелке. И ты такой, ну эти мне наемся. А тут ты не знаешь, и ты просто ешь то, что дают. Ну интересно, конечно. Ожидание прям такое было волнительное. И ты не сидишь, не ждешь там в ожидании еды. Ты просто ждешь и вот слушаешь свои какие-то ощущения в теле. Интересно. Да, опыт, опыт в общем офигенный. Я говорю, я бы теперь еще в другие рестораны такие же тоже бы сходил с удовольствием. Обычно, да. Где есть вот веганское меню, для нас просто идеально. Я бы еще сходил. После замечательного ужина семья устроила мне еще один сюрприз. Арендованный вип-зал в частном кинотеатре, где мы посмотрели невероятно крутое видео поздравления. Саша, это мой любимый муж. Отец наших трех замечательных дочек. Он сильный. Он хламный. Для меня мой сыночек самый лучший. Санек, привет, дружище. Александр – прекрасный человек с естественными ясными мыслями. Он изобретатель. Суперкрутой техноблогер, приорожденный спортсмен, а также настоящий мозг нашей семьи. Закончил музыкальную школу, кадеты. Всего достиг. И теперь достигает все больше и больше. Он знает, чего хочет. Хочу поблагодарить семью за теплые слова и за весь этот день, проведенный вместе. Это для меня действительно очень важно. Это было мега круто. В общем, кинотеатр, просто огонь, очень понравился. И мы первый раз вот так брали вип-зал. И я скажу, это того стоило. Прямо в кругу нашей семьи самые близкие люди. Фильм мне тоже понравился. И очень вкусный попкорн был. Вот реально один из лучших попкорн, что мы ели. Они, кстати, чипсы понравились. Да, чипсы, кстати, да, свои чипсы были. Как натуральные. В общем, мега круто все понравилось. Вот реально я с удовольствием еще как-нибудь сюда отметим какой-нибудь ДРН. Да, это, кстати, кинотеатр Москва. Две минуты от Кремля. То есть просто нереально крутое место. Ролик просто бомбический. Это, наверное, лучший подарок. Лучший подарок в моей жизни. Вот что семья... Я там что-то слезу не пустила. Да, семья так много записала. Семья, друзья, близкие, родственники, ребята, с которыми мы работаем. Просто было круто вообще. Вот ролик реально вообще топ. Вот мне реально очень понравилось. Большое спасибо, что организовали такой классный ролик. На память вообще супер останется. И классно, что это прямо в кино показали. То есть прямо на большом экране вообще супер просто. Мега круто было придумано. Вообще офигенно. Не просто на телефоне посмотрел, да, а вот прямо в большом экранчике. А мы, друзья, едем домой. Ребята, надеюсь, вам понравился ролик. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok